Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэйм и мы продолжаем играть в Черепашки Ниндзя Легенды. Ну что же, вот неделька и подошла у нас к концу и мы забираем свой приз. Так, поехали! Да, у нас кстати Лига Мастеров, ребята, я все-таки сохранил свою позицию, это очень круто. 8400 мы с вами получаем сюрикенов, 40 ДНК на Леонардо оригинальный, по идее он должен у нас открыться сегодня. Так, 90 золотых осколков и 50 платиновых. Так, быстренько с вами забегаем в список. Псику. Так, ребята, Кейси Джонс, да, у меня подготовлен для того, чтобы прорапаться. А самое интересное, что у нас с Леонардо, неужели нам не хватило с вами ДНК, да быть такого не может. Подожди-ка, где он? Ёлки-ты-палки, блин, две ДНК не хватило, да как такое может быть? Это что специально? Я вообще-то думал, что мы его сегодня с вами сможем открыть, но меня, ребята, кинули. Печалька просто-напросто, ну, господи, я думал, что получим. Нет, не получили, к сожалению. Так, осколки у нас разыгрываются, мы это сделаем за кадром с вами. Так, ребята, и, как видите, у нас будет Микеланджело оригинальный разыгрываться на этой неделе. Черт подери, это, конечно, хорошо, это все замечательно, но почему с Леонардо-то меня так прокинули? Кстати, Микеланджело у нас уже есть, и нужно нам 40 ДНК для того, чтобы перевести его в третью бронзовую звезду. То есть, если мы с вами получим, опять же, на этой неделе мастер, однозвездочный, да, мы с вами вполне сможем его открыть. А вот с Леонардо меня прямо коребит, если честно, я его найти, я его найти даже нигде не могу. А когда будет следующее испытание, фиг его знает. Может быть, если только в магазине мы можем его купить, ну, я сомневаюсь, если честно. Так, подожди-ка, у нас вот здесь вот, да, елки-то и палки, вот здесь вот у нас есть, да, ребята, у нас 87 монет. Леонардо-то где у нас? Слушай, так мы его сейчас приобретем. Да, ребята, что я переживал-то? Вот и все, и делов-то на копейку. Так, смотрим. Ну, наконец-то, ребята, наконец-то, да, я уж бедный запереживал. Ну что, у нас открывается новый персонаж. Я нас с этим всех поздравляю. Конечно же, будем нанимать. Ха, у него, ребята, 3 золотые звезды, это круто. Смотрим, что у него. Брутальность. Леонардо атакует врага, выполняя серию брутальных ударов мечом. Если здоровье выше 50%, вероятность 10% вызвать отложенный урон в течение одного хода. Иначе, с вероятностью 10% начнется постепенное исцеление в течение одного хода. Неплохо. Оторвись. Леонардо отрывает кадр своей панели и ногой швыряет кусочки во врагов. Разрушитель. Вероятность 10% ухудшить уклонение на 50% в течение одного хода. Восстанавливаться 4 хода. Так, и третий это кроссовер. Леонардо режет экран, проделывает дыру в бумаге и вырывается из него. Оскорбляет всех врагов на один ход. Вероятность 50% улучшить уклонение на 75% в течение одного хода. Да, жалко, конечно, что он на один ход. Но уклонение на 75% это, я считаю, круто, ребята. Ну что, можно, в принципе, проапать. Но мне нужно посмотреть, что нужно для того, чтобы Леонардо Кейси Джонса перевести. Так, ага, 10 тысяч мутагена. А у меня почти 8. Ладно, хорошо, мы с вами, надеюсь, сможем накопить. Ну, конечно, сможем. Во-первых, у нас начинается турнирная арена. Мы сейчас на нее побежим. Естественно, нам нужно бустануть. И посмотрим, что здесь за испытание, ребят. Так, борцы с преступностью. Это кто у нас тут? Ага, понятно. Так, ладно. Но эти герои не особо, ребята, нам нужны сейчас в данный момент. Поэтому пока перебьемся. Так, и Ярость Рафа. Тут у нас будет один Рафаэльчик, да, везде. Хорошо. Все, ребята, это у нас на будущее уже задел, да. Ну, а мы с вами идем на турнирную арену. Во-первых, нам нужно заработать мутаген. Ну, и во-вторых, как можно быстрее вырваться сейчас вперед. Погоди-ка, погоди-ка. У нас с вами Леонардо, чтобы сыграл, да, которого мы только что открыли. Нам нужно хотя бы его немножечко подкачать, совсем капельку. Так, он где у нас? Наверное, где-то в самом низу, да, будет. Да, вот он. У него первый уровень. Конечно, это не дело. Нужно, естественно, его, ребята, хотя бы до... До какого? До 30-го. Вау, 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 тихо. Так, ну что, кроссовер, наверное, поднимем до второй ступени. Ну, и также мы поднимаем ему брутальность. Тоже до... Ох ты, я могу еще и третью ступень. Да, могу, ребята. Блин, я весь мутаген потратил. Как я буду... Как я буду себе переводить, извините меня, Кейси Джонса в ранги? 10 тысяч мутагенов нужно, елки-то палки. Ладно. Ладно, ребята, пока потерпим. В любом случае, он у нас уже есть. Ну что же, погнали. Может быть, все-таки успеем здесь накопить. Так, смотрим, ребята. Начнем мы... Да, тут с любого можно начинать, в принципе, но лучше, наверное, с Александра, да? Поехали. Поехали, ребята. Тут 13 уровень против нас. И как раз, я надеюсь, Леонардов у меня здесь и сыграет. Вот с этими слабенькими. Ну, самое удивительное, что он имеет три золотые звезды. Вот это вот круто. Ну что же, погнали. Будем смотреть, ребята. Я думаю, никаких проблем не будет на начальных этапах абсолютно. А мы будем сейчас веселиться. Ну что, начнем с бомбочки, как обычно. Микеланджело, давай. Наяривай. Вау, хан упал сразу. Так, Баксер Стопан тоже упал. И дай-ка я посмотрю вот это вот, ребята. А, нет, нет, не это я хотел. Так, он провокацию берет на себя. Слушай, ну это круто. Этого персонажа можно, кстати, прокачать. Довольно нехило. Провокаторы нам всегда нужны в команде. Но прокачать-то это одно. А то, что у него пока три звезды золотые, это слабовато будет для основной нашей пачки, согласитесь. Так, ну что, воин две звезды. Как я вам говорил, нам нужно сегодня бустануть как можно быстрее. Так, и начнем мы, пожалуй, да вот с Криса. Да, пока шестнадцатый, семнадцатый уровни идут, нам нужно, ребята, отрываться по полной программе. Так, переходим сюда и берем. У меня пока герои тридцатого уровня, поэтому никаких проблем вообще не должно быть у нас. А уже где-то через боев пять-шесть пойдут тридцатые. Там уже придется нам, наверное, брать хаев каких-нибудь. Так, ну что, питан в начале, да? Не получилось. А так, если сделаем? Вот он и упал. Так, подожди-ка. Да ладно тебе. Он еще мне и защиту понизил. Ну, Карайка, хорош выделываться. Отдохни маленечко. И Бакстер Стокман тоже, наверное, отдохни. Замечательно, вообще без проблем. Ну что же, двигаемся с вами дальше и посмотрим, сейчас мы перейдем в трехзвездочный или нет ранг. Ну-ка, покажите мне. Да, ребята, воин три звезды. Шикарно. Слушай, ну вот здесь, наверное, уже не получится. Следующий бой нам не даст такого преимущества. Так, ну что, ребята, Ирина у нас тут, да? Да, пожалуй, мы начнем именно с Ирины, я думаю. Так, у него, смотрю я, Рокстеди, да? Три звезды имеет, двадцатого уровня. Хорошо, а у меня тут, а у меня, ребята, все тридцатого уровня. А даже вот мой Рокстеди имеет две бронзовые. Слушай, ну я надеюсь, что мы все-таки сможем победить за счет нашего преимущества по уровню. Так, начнем, наверное, с Леонарда, я думаю, это лучше всего делать надо. Ну-ка, давай, шнегами, бомбани. Так, пол хп отняли, это неплохо. Я надеюсь, он не успеет отхилиться. Тихо ты. Давай-ка пощечину, вот так вот. Отлично, ребята. Так, теперь массовую атаку, пускай понижена будет у них меткость. Не у всех, конечно же. Карай, да ладно ты, Карайка, ты выжил. Как ты умудрился выжить, а, господи? Рокстеди, почему такой слабак? Поджигают нас и, ну, как видите, постепенного урона не висит. И это уже круто, ребята. Так, давай, наверное, мы Криса разберем до конца уже. Бали отсюда. И стрельнем уже. Брат в брата, как говорится, да? На-ну-ка. Шнегами добьешь? Молодец. Красава. Красава, по-другому не назвать. Ну что же, посмотрим, ребята, на какую нас позицию с вами сейчас переместят. Но я больше уверен, что по рангу мы не поднимемся. Посмотрим. Да ладно. Серьезно, что ли? В элиту сразу скаканули? Нифига себе, на 100 уровней, ребята, мы перепрыгнули просто. Вообще круто. Ну что ж, такой расклад меня вполне устраивает. Ли, Деннис и Али Нур. Даже Али Нур. Нет, ну я, наверное, возьму здесь, скорее всего, Ли. Мне как-то... Смотрите, ребята, тоже, кстати, Леонардо, 3 звезды, 28 уровень. Видимо, тоже, вот, наверное, только сегодня получила. Мне кажется, так. Получил или получил, я не знаю, кто там. Али, картинка какая-то непонятная. Да, и прокачал его до 28 уровня. Ну, в принципе, неплохо, ребята, но я думаю, что мы должны их разобрать. Хотя, 3 звезды золотые, елки-палки. Он еще провокатор. Слушай, давай не будем рисковать, мы вот так вот сделаем. На всякий случай в противовес поставим Доне изведение. Да? Так, у них кто хилер? Хилер у них Микеланджело, поэтому нам нужно его в первую очередь сейчас бомбануть. Оу, тихо. Ну-ка, Лео, не подведи, родной. Шикарно бомбанул, просто шикарно. А этот провокацию на себя взял, да? Точно, ребята. С уклонением. Вот это вот самое противное, что он еще и уклонение на себя повесил. Так, ну, в любом случае, ребята, у нас здесь в компашке 2 хилера. Мы с вами сможем в любой момент отхилиться. А вот это вот плохо, что он контратаку повесил. Давай-ка молот бросим, наверное. Да ладно! 75%, ребята, к уклонению, как ни крути. Так, а вот теперь нам нужно будет с вами, наверное, хиляться. Если мы не хотим потерять Донателло. Так, тихо. Кусочки. Оу-хо-хо-хо-хоу. Давай, Рафик, выручай, брат. Я не хочу здесь фейлиться, если честно. Нам нужно... Блин! Да ладно! Неужели потеряем Донни с вами? Ай-яй-яй. Так, постепенно урон ушел. Ну. Так, подожди, подожди. Не то, не то, не то, не то, не то. Ау, щит. Ну. Да что ты? Блин! Блин, горелый! Ребята, ну... Оу! Вот чувствовал, что... Блин, сфейлимся. Вот чувствовал, а? Началось, короче, разбор полетов. Оу, ребята, еще и Рафаэля, по-моему, сейчас мы потеряем. Если что-то у нас тут... Я... Я очень сильно не хочу, ребята. Ну, двух персонажей? Ну, нет! Рафик этот... Ой, ребята, это моя вина. Моя ошибка. Это меня вообще... Выбило из клеи. Все, я расстроился, я огорчился. Я не знаю. Сейчас вся игра, ребята, у меня пойдет на смарку. У меня всегда так. Если я где-то что-то не получил, и у меня не получается, я начинаю впадать в депрессию такую, и у меня все идет через одно место. Ну, вот и все. Вот и фейл, ребята. Я хотел, я надеялся, что мы с вами пройдем. Ну, как они могли, ну, как они могли меня тут разнести? Ну, согласитесь, этого вообще не должно было быть. Я по уровню выше. Звезды практически у нас одинаковые. Ну, почему я наносил очень мало дамага? Я не пойму. И во всем виноват этот Леонардо, который 28 уровня поставил на себя провокацию, плюс 75% к уклонению, да, на которого я потратил столько ходов, чтобы его пробить. Да, ребята, да. Вот это называется мы сыграли. Паршивенько просто. Просто паршивенько. И это, причем, у нас было два хиллера. Да, но хиляли они, конечно, тоже, извините меня. А бы как. Здесь, я думаю, вы со мной спорить не будете, да? Ладно. Будем теперь, ребята, жестоко мстить. Блин, все-таки надо было вместо взять, как говорится, вместо Донателло изведения, надо было нам взять другого персонажа. А какого там взять? Фиг его знает. Ну, какого-нибудь хая, судя по всему. Да? Так бы было бы оптимально, ребят. Так, ну что? Давай, я не знаю, давай уничтожим уже этого Рафаэля. Отлично. Так, ну, боксер Стокман тоже не стоит оставлять, потому что, ребята, у него есть массовые атаки. Мы это прекрасно знаем. Даже несмотря на то, что у него 26 уровень. Маузера своих выпустит, мало нам не пока. Выпускает. Ать! Слава богу, выжили. Давай, Пит, подхиливай. Не будем рисковать. Слушай, а, кстати, вот Пита можно раскачать. Вот он как хиллер, он мне нравится. И, в принципе, как боевик тоже неплох. Но на ДНК на него не выпадает вообще, ребята. Практически нигде. Чтобы вот Пита раскачать, я не видел. Чтобы можно было где-то фармить ДНК-шки. Ну что, ребята, в элиту 2 звезды, да. В элиту 2 звезды мы с вами переходим. 90-е позиции. Блин, а так бы, наверное, уже были бы в элите 3 звезды, судя по всему. Но, ребята, фейл был. Так, погоди, к секунду. Тут 14. Ай-яй-яй-яй, промотнул. Давай, ладно, возьмем вот здесь вот. Возьмем именно Нину. Ну да. Все, я злой теперь, как не знаю кто, ребят. 28-27 уровни, да. Но у них, извините меня, бронза. А у нас, как ни крути серебро. Поэтому, я думаю, здесь мы с вами должны выиграть. Да, Нина, извини, конечно, я очень зол. Я буду бесчадно сейчас действовать. Так, ой, у Хана контратака. Ай-яй-яй. Сейчас бомбанет. Блин, у нас хиллер-то тут есть. Фиг там у нас что есть. Давай, мечом рубаника своим. Космическим. Бам. Нормуль. Так, Рафаэль. Рафаэль, ребята, я накажу. Я ему должен отомстить за тот поступок. Так, блин, они сейчас саблезуба ушатают еще здесь. Давай, наверное, возьмем, ребят, провокацию на всякий случай. Не будем рисковать. И вот так тебе. Так, понижена защита. Ой, защита. Понижена у них атака у всех. То есть, мы с вами здесь будем терпеть удары ихние. Так, скорость понизили, да? Ты смотри, какой Рафаэль крепкий, оказывается. На, получил свой. Ну, Крис, твоя очередь теперь. Потому что ты там тоже провинился. Я видел твой удар завершающий, так скажем. А ну-ка. Ать-ать. Пошинковали маленько. Да, несмотря на то, что они, ребята, у меня 30 уровня. Они очень слабенькие в плане прокачки. У них скиллы не прокачаны. Очень плохо. Так, неплохо ты бомбанул, парень. Молодец. Так, она сейчас будет хиляться, да? Сто пудово будет. Эй! Давай, 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 хиляй. Тебя это в любом случае не спасет. Ну-ка так, бомбанем сейчас хвостом. Бам. Так, ну что, меткость понизили. Бьет он хиленько. А мы его ушатали. Ну что, Эйприл, все? Да прислалась твоя песенка, по-моему, уже спета. Еще постепенный урон повесим. Ну. Да, ребята, вот это по красоте. Вот это я называю красота. Добивочный, нет? Слушай, а почему постепенный урон всего лишь один ход был? Так, не честно. Всего лишь один ход, и все, ребята. Эть, 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 Рафик там поплясал у нас. Ну, а мы с вами двигаемся дальше. Интересно, перейдем к следующей рамке или же нет? Да, ребята, элита 3 звезды. Круто, 98-я позиция. Меня устраивает, в принципе, вот такой вот расклад. И Любомир у нас. Да, Любомир. Будем сейчас с тобой драться. Так, выбираем. У него тут... О, у него уже 33-32 уровень здесь есть. А это знаете о чем говорит? О том, что мне придется взять... Усаги. Нет, Усаги не будем брать. Надо массового. Давай вот нашего тигриного когтя, шархана, как я его называю, возьмем. Я надеюсь, будет достаточно одного выстрела или нет? Проверим. Ну-ка. Бум. Главное, что Донни упал. И это уже хорошо. Потому что Донни хиллер был. Вот что. Так, давай-ка попробуем, пробьем или нет. Да должны, по идее, пробить-то. Тыч, минус. Так, теперь давай, наверное... А давай Криса Брэдфорда. Мечом в него. Может постепенно урон еще повесится. Бам. Он не жилец. Понятно. Так. Ну, давай с Хана фиксим. Давай Хана бомбанем. Тыть-тыть-тыть-тыть. Лучом своим. Бомби. У-у-у, слабо. Понял. А если я брошу у вас баллончик? Хе-хе-хе. Ну, бас. Да, ребята, разобрали. Даже не поморчились. Отлично. Мы с вами, наверное... Ну, вот сейчас вот стопудово мы в ранге не поднимемся. Тут уже придется, наверное, боя-два делать. Ну, в принципе, это справедливо. 23-я позиция. Отлично, ребят. Потому что мы с вами продвигаемся к самураям. Там все не так просто. Ну, что же. Выбираем, наверное, скорее всего, с вами Эда. Да? 39-й, 40-й. 40-е уровни уже, ребят. 40-е. Слушай, может быть, не надо пока брать его? Нет, надо. Надо брать именно его. Потому что нам нужно наверстывать тот уровень, где мы с вами проиграли. Так. Берем вот этих вот, ребят. И кого-нибудь самого-самого. Ну, не самого сильного. Ну, одного из сильных. Я думаю, что Паукус, наверное, здесь хорошо бомбанет, да? И Карачка. Вот два этих персонажа должны, в принципе, ушатать этого Эда. Пробуем. Так. Бросаем Кунай. Ага. Ну-ка, Паукус не подведи. Черт подери. Я думал, будет лучше на самом деле. Так. Сплинитер упал. И Рук следи своего. Куда ты? Куда ты побежал? Ну, зачем ты так делаешь? Еще уложи мне тут. Нет, ребят. Паукус, к счастью, выжил. А вот если бы он попал бы по Майке, вот тут была бы, наверное, уже печалька. Он бы его, наверное, мог бы ушатать. Это вот более сильный какой-то вот скилл, да? Который он применяет. Ну что, ребята, мы с вами уже в Самураях. Думаю, что бой сделаем и будем в Самураях 2 звезды. Я надеюсь на это. Так. У нас пока есть персонажи бронзового ранга. Это круто на самом деле. И причем у них у всех одинаковый реворд. Поэтому берем самого слабенького. И это будет у нас, наверное, Артемка, судя по всему, да? Да, Артемка. У него тут 35-й. Ну, есть 38-й, конечно, персонажик. Но это мелочи жизни. Нет, потому что они все равно все в бронзе. Самое-то главное, знаете что? А нет, ребята, я думал, что мы на 30-х. А у меня уже 36-е. Так что все терпимо, все отлично. Но все равно я буду перестраховываться. И возьмем мы с вами сюда Ваньку. Не хочу, чтобы еще кто-то у меня упал по моей невнимательности. Или по моему какому-то там пущению. Где-то не глядел. Бросаем баллончик. Хотя надо было, наверное, нам скорость повысить. Да. Хотя блокировка способностей это тоже очень даже круто. Ну. Елки-палки, никто не упал. Да хорош. Так, ну что? Я думаю, блин, Лео. Лео хилер, да? Ну, у него заблокировано пока. Но я все равно хочу его разобрать. Минус. Потом вот этого Лео. Оу-оу-оу-оу. Тихо, тихо. Ксевер, ты что? Ты что делаешь? Так, сняли все, да? Ксевер, ну я от тебя не ожидал, что ты даже не сможешь уложить. Лео. О, массовая атака. Ну, Макман. Вот, Макман красавец. По-другому не назвать. Молодец. Просто кинул ураганчик из мусора всякого, да? И положил практически всех. Отлично. Ну что ж, давай посмотрим, самурай две звезды или как. Ну, да, ребята. А позиция? 95-я. Блин, придется два боя провести, чтобы перейти в лигу самураев три звезды. Так, ну что, ребята, видите, да? Бронза у нас исчезла из рангов. И пошло серебро и злата. Я буду брать, наверное... Придется мне брать Артема. Будем брать с наибольшими кубками, чтобы нам как-то оторваться, да? Так, 45-й уровень. Жесть какая-то. 45-й уже. Я возьму, наверное, ребята здесь уж больно сильного персонажа. Я думаю, что это будет, наверное... Давай Бакс Ростокмана. Я думаю, этого достаточно. Хотел вначале взять Рафаэля или, думал, Леонардом закатить. Но так справимся. Ну что же, ребята. Кунаи полетели. Пока терпимо. Хорош. Вот почему ты мутагеной такой слабый? Вот объясни, пожалуйста. Почему тебя так быстро вообще разбирают? Сейчас, наверное... Не дай бог. Тьфу ты. Ребята, ё-моё. Я даже не знаю, что сказать. Что сказать по этому поводу? Ну... Ну, трындец просто-напросто. Вот просто трындец. Вот этот вот удар у Леонарда. Ну, это жесть была. Ай, хочешь как лучше. Получается, как всегда, ребята. Как всегда. Хуже не придумаешь, называется. И даже Бакстер Стокман мне здесь не помог. Ты понимаешь? Он мне не помог. То есть, я просто-напросто в пустую использовал высокоуровневого персонажа. Потому что я не получаю того самого Реварда стопроцентного, да? Естественно, нам придется, наверное, не один бой, а еще два боя провести, чтобы я в Самурай Три Звезды перебрался. Ой, да. А ведь говорил же, говорил же, что надо быть предельно аккуратным. Перестраховываться. Нет, сам себя не слушаю. Сам себе хозяин, сам себя не слушаю, ребята. Да. Ну что? Ну, тут, я надеюсь, уж вытянем. Вот, ребят, я не знаю. Ну, давай вот железную голову возьмем. Надеюсь на его снаряды. Надеюсь на его лояльность, на инициативу. Конечно же, в первую очередь. Потому что... Так, секунду. Давай вот так, наверное, бомбанем. Посмотрим, сколько урона. Скилл не прокачанный, опять же говорю. Ну, видите, минималочка получается. А вот теперь посмотрим, как бомбанет у меня. Шикарно. Железная голова. Ты молодец. Ты красавчик. Ты, как говорится, помог нам. Слушай, я заметил, чем круче берем. Чувачка, да? По рангу именно, по кубкам. Тем сложнее нам достается противник. Вот в чем суть. Эх, кого здесь-то будем брать с вами? Денниса. Да? Смотрите, ребята, опять почему-то вернулась сюда бронза. Вроде не падали по рангу, а бронза вернулась. Хм. Ладно. Нам-то, в принципе, ребята, плевать. Нам даже и лучше, что навернулся. Давай-ка возьмем, наверное, здесь Змейка Вьюна. Потянем. Как думаете? Донателла крепкий. Я знаю. Я знаю, что, ребята, он крепкий. У него защита довольно неплохая, которую он вешает. Причем массовую. Но придется попыхтеть. У меня вот здесь вот лисичка, конечно, немножко не устраивает. Видишь, да? Урон вообще никакой. Боу. Тихо. Месть. Месть сработала. Давай-ка бомбанем массовую. Так. Не упал никто. Странно. Так. Он мне мстит. И понизил еще при этом у всех атаку. Вот олух. А? Ты посмотри. А этот с себя снял все. Вот упыреныш. Еще и хилит. У-у-у. Слушай. Давай, наверное, возьмем. Да, ребят. Я возьму провокацию. На всякий случай. Нет-нет-нет-нет. Не надо. Поджарим. Попробуем. Может быть, на кого-то постепенка повесится. Да, на двоих есть, ребята. Удачно. Так. Эйприл, ты меня здесь нервируешь. Надо бы тебя, наверное, отсюда сдуть. Чтоб я тебя не видел. Так. Это терпимо, ребят. Давай еще одну массовую атаку бомбанем. Отлично. Ух. Найс. Так. И Леонардо хочу. Я ему отомщу, ребята. Это тот же проказник, для который нас в тот раз и забомбил. Своим ударом. Ну, а Донателло, естественно, сейчас должен... Как так? Как так-то? Я не понимаю. Да ну хорош. Серьезно, что ли? Нифига ты, парень, крепкий, блин. Удар от Змейка Вьюна выдержал, ты понимаешь? Хух. У меня Змейка Вьюна 60 уровня. А этот Цыпляжуй выдержал просто удар. Обалдеть. Да, ребята. Самурай 3 звезды. Мы когда-то с вами до Сёгуна, да? Двухзвездочного. Даже до трех звезд доходили. За один заход. Тут, по-моему, этого нам не видать. Так. Ну что? Тут нонейм у нас. Поэтому по кубкам они все одинаковые. Будем его. Потому что здесь, ребята, есть бронза. Это Донателло 44 уровня. Мы сейчас с ним разберемся по-другому. Давай, тихо, не майки, зэк. Давай, выходи. Сейчас ты свою бомбочку бомбанешь. Потом нам надо будет, естественно, уничтожить, в первую очередь, Эйприл. Да? Да. Хотя и Донателло тоже здесь как бы вредитель. И еще тот. Но все-таки я... А, давай так сделаем. Массовую атаку. Может быть, атаку. Да, ребята, почти всем атаку мы понизили, кроме Леонарда. Но Эйприл мне здесь не нужна. Иди отсюда. Отлично, ребята. Так. Ну что? Давай вот этого, наверное, Леонарда еще уберем. Кстати, мы не забываем, что у Рафаэля есть массовая атака. Больше ее нету. Больше и Рафаэля, в принципе, нету. Так, Донни минус анули. И Сплинтер упал. Ну что же. Тут отлично сыраны. Довольно неплохо. Мы с вами, естественно, поднимаемся дальше. Я думаю, перейдем, наверное, сейчас. Нет, какой перейдем? Да, ребят, не перейдем, а шестая позиция. То есть по 2-3 боя приходится сделать, чтобы перейти в новый ранг. Ага, Эльдар. А по кубкам у нас лидирует Кейси. Угу. Даже так. Даже назвался в честь героя, да? Или это просто в совпадении? Не знаю, ребят, что это такое, но нам нужно наказать. Наказать их всех. Поехали. Да, я взял Леонардо. Вы понимаете почему? Потому что сейчас будет вертушка массовая. И все, им хана всем. Должно, по идее, быть. Ну-ка, проверим. Так. Чук. Да ты посмотри, какой жук, а. Посмотри, какой жук этот Донателло. Он никогда ни в одной битве так вот не сдается просто-напросто легко. Всегда выстаивает, а. Я теперь понимаю, почему вы мне говорили его прокачать, этого Доника. Так, ну что, ребята. Сёгун. Одна звезда. Будем пробовать на две звезды перейти или нет? Или у нас не получится? Как думаете? Кто сделает ставки? Я думаю, у нас не получится, потому что у нас нехватка героев просто-напросто будет. Так, давай сделаем. Слушай, я, наверное, один откатик потрачу, с вашего позволения. Или не надо? Нет, один все-таки надо. Я сделаю, ребята. Ну, хочу просто взять Леонардо и бомбануть как можно быстрее. Хочу перейти в Сёгун, да. Но получится это или нет, не знаю, ребят. Будем смотреть. Так. Да ты посмотри на него, а. Ты посмотри на этого Шалабуду. Он всегда выживает. Всегда. Как бы ни бомбили, какой бы массовый урон ни был бы, он всегда, блин, гадионыш выживает. Упырёныш, а. Так, какая там позиция? Ну-ка, сороковую давай. Оу. Слушай, так мы перейдём. Мы перейдём с вами всё. Вон, две звезды. Неплохо. Ребят, несмотря на то, что мы с вами проигрывали здесь, да, наше ускорение здесь всё-таки сработало. Мы всё-таки рванули с вами эту бомбу замедленного действия. И, естественно... Так, подожди. Радоваться пока рано. Пока рано. А взять Рокзара, что ли? Блин, да что ж ты будешь делать? У меня нету... Нет, я возьму тогда ещё раз Лео, ребят. Ещё один разок. Потому что, ну, хочется всех положить. Сразу же, да? Как можно быстрее. А персонажик-то по уровню крут. Так, что кто-то здесь выживет? И опять это будет Донателло, да, у нас? Да надо же, и Микеланджело ещё выжил. Что-то новенькое. Так. Ну что, ребята, мы должны, по идее, в принципе, рвануть уже в Сёгун две звезды. Давай проверим мою теорию. Ну-ка. Е. Ну, конечно, всего Гун три звезды у нас не получится. Вот буквально вот эти два боя, которые мы с вами сфейлили, да, и помешали нам, судя по всему. Ну что, берём, наверное, Кенни. Да, я возьму Кенни, потому что тут много серебра довольно-таки. И я думаю, мои последние черепашонки здесь герои все отыграют. Кого нам откатить? Откатим мы, наверное, с вами Лео. Да. Всё равно, да, ребята, если рангом ниже откатывать, то смысл какой, если мы можем с вами взять имбу? Ну, давай, Лео, ты готов? А, у нас Микеланджело, да, у него инициатива побольше, походу, делать, чем у Лео. Поэтому он ходит первым. Ну, а теперь и Лео. О, так, Пит упасть должен. Да, тут практически все упали, опять Донателло выжило. Да что ж ты будешь делать-то, а? Во всех командах этот Донателло присутствует, вы заметили? Ну да, в принципе, имбова, он делает защиту, да, массовую. И у него есть массовая атака с юрикенами. Причём довольно болючая такая атака. Ну, и мы с вами попадаем, ну, слушай, вот как раз я и говорю, если бы те два боя мы с вами не сфейлили, мы бы перебрались бы в Сёгун Три Звезды. И как раз вот на 35-й позиции остановились. Ээээ, ладно. Неплохо, ребят, неплохо. Эээ, так, сколько у нас? Ну, что же. Наступила пора Кейси переводить в ранг. Пятизвёздочный золотой, ребята. Я его поздравляю, ох ты. Открывается у нас щелчок. Кейси бросает во врага взрывную шайбу. Вероятность 25% вызвать отложенный урон в течение двух ходов. То есть, постепенка, да, получается? Или отложенный урон в течение двух ходов вызвать. Ну, отложенный, я так понимаю, это, ребят, постепенный. Да? Ну, и уровень. Я не знаю, стоит, не стоит. Ну, давай, давай. Пару уровней повысим ему. 34-й, на 35-й, а, хватает. О, 35-го уровня он у нас будет. Шикарно. Сегодня, короче, ребята, мы с вами подняли в ранг Кейси Джонса, да, и получили Леонарда. Я думаю, что серия, в принципе, неплохая получилась. В следующей, конечно же, мы с вами будем... Так, подожди. В следующей серии мы будем с вами, ну, естественно, турнир играть и проходить уже испытания. Конечно, испытания на этой неделе какие-то не очень хорошие. Кстати, мы посмотрели все, кроме одного. Испытания. Черепащие буря. А, ну, здесь будут у нас, ребята, разыгрываются, по-моему, все виды черепашек, да? Ну, больше их количества. Ладно, я буду закругляться. Пойду проходить, наверное, вот это вот испытание. Осколки нам все равно нужны, и нужно их очень и очень много. Ну, а на этом, друзья, я закругляюсь. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok